В Российском университете Дружбы Народов состоялось заседание Сетевого университета СНГ. Подобные мероприятия стали регулярными в УЗИ с 2008 года. На этот раз были затронуты не только темы укрепления сотрудничества между университетами-партнерами, но и особенности популяризации коммерческого образования и возможностей каждого факультета. Зачастую в университете не хватает бюджетных мест, а количество абитуриентов не уменьшается. Тут и выявляется действенность коммерческого образования, с помощью которого возможно начать обучение в выбранном ВУЗе. Также идеи коммерческого образования делают университет самостоятельной единицей, независящей от государственного вклада. Речь идет не о полном отделении образовательных учреждений от государства, а о том, чтобы в случае непредвиденных экономических спадов в стране ВУЗ продолжал функционировать и держать свои позиции. Все это оказывает свое влияние на особенности факультетов, в частности тех, которые пользуются наибольшей популярностью у абитуриентов. Но, как известно, спрос рождает предложения, и в данном случае коммерческое обучение является закономерным выходом. Конечно, даже в такой системе обучения имеются свои минусы, но сетевой университет СНГ уже давно зарекомендовал себя как экономически стабильный и стратегически правильный проект, которому можно доверять. Анна Ивинская, Жеканан Масена, Новости ТВ РУДН. Продолжение следует...